Мы продолжаем наши эфиры. Хочу напомнить, что спонсор канала «Торговая Марка Гейтман». Очень рады, что с нами сегодня на связи. Писатель Ян Валетов. Ян, здравствуйте. Спасибо большое, что нашли время поговорить сегодня с нами. Здравствуйте, Люда. Здравствуйте, зрители. Ян, я вот все время думаю, как так наша жизнь изменилась за последние годы, что с кем бы мы ни говорили, и о чем бы мы так или иначе ни говорили, и где бы мы ни говорили, мы все равно сводим наш разговор к какому-то разговору о войне. У вас тоже так это происходит в Ситане за последние годы? Это главное, что произошло в нашей жизни за последние годы. Я говорил когда-то, что мне довелось читать чат российский, писательский чат, в котором один из людей, который считал себя писателем, говорил, что у них наконец-то появился смысл жизни. То есть до этого смысла жизни не было. До этого была водка, пьянство и все остальное. А вот как случилась война, так у нас сразу появился смысл жизни, написал он. Я по себе скажу, у меня, наверное, смысл жизни в какой-то степени забрали. И это настолько неприятная вещь, что да, в наших разговорах в семье, с друзьями, в компаниях есть две вещи. В мужской компании все рассказывают друг другу, как они научились готовить борщ. А в общей компании, потому что жены в отъезде в основном, мы стараемся держать их подальше. От мест, где вот сегодня с утра были баллистические прилеты. Но так мы говорим о войне, мы говорим о проблемах бизнеса, которые возникли вместе с войной. Мы говорим о моральных проблемах, которые возникли вместе с войной. Мы говорим о смертях, которые пришли к нам вместе с войной. которые пришли вместе с войной война отобрала у нас смысл жизни но она сейчас главное что происходит в нашей стране и наверное все наши надежды на продолжение жизни нормальной они связаны с тем что будет дальше как будет развиваться событие как далеко все это зайдет как далеко зайдет враг ну мы с вами взрослые люди мы не будем рассказывать что мы их всех утопим в тихом океане не бы хотелось но это вряд ли получится поэтому да я с вами согласен война изменила реальность полностью вы знаете мы еще вернемся вот вы сейчас сказали что о чем вы говорите да и мы хотим темам обязательно вернемся они очень важны мне кажется но начать бы и перейти к этим темам я хотела бы вот несколько издалека вот сейчас часто очень муссируется тема того что война горячая фаза по крайней мере так или иначе скоро завершится и так или иначе хотим этого или не хотим реалисты мы или может быть излишне оптимисты или может быть вообще мечтать или да но так или иначе всем нам этого как-то хочется чтобы война завершилась и конечно мы хотели бы чтобы победы украины мы все об этом мечтаем но вы сказали что мы реалисты да мы реалисты и мы понимаем что все так просто не будет и вот я сейчас ощущаю что многие люди как бы понимаю где-то там в голове что просто ничего не будет и так варианты окончания этой войны в скором будущем очень небольшие но все равно не надеется и я все время задаю себе вопрос если пройдет какое-то время да вот там месяцы которые там говорят какие-то дедлайны выставлены искусственным образом да а если она не закончится или если горящая фаза не прекратится то что что потом и как потом вот как вы говорите да говорит там войне о морали о смертях о бизнесе о выживании страны как это тогда все будет вот не знаю так же сейчас все будет так же как сейчас мы мы третий год живем в состоянии войны и у меня нет ощущения существует некая точка . бифуркации на которой мы можем перейти даже к обсуждению перемирия ведь война сейчас идет на истощение она же не идет на победу я я четко понимаю что российские войска не войдут в киев я точно также четко понимаю что наши войска не пройдутся по красной площади война на истощение любая война на истощение это война ресурсная прежде всего а бог он всегда на стороне больших батальонов ну это кто говорил может он ошибался я не помню может быть эта фраза клаузлица я я боюсь ошибиться с авторством но он не ошибался товарищ сталин по этому поводу говорил что количество тоже в каком-то смысле качество это правда потому что я общаюсь получается что сейчас у меня наверно процентов 70 времени занимает работа благотворительного фонда который мы сделали с корпорацией в банном вместе и я очень много общаюсь с ребятами которые приезжают на передовую два часа назад или три часа мы же рядышком они были там а потом они приезжают к нам приезжают нам за машинами за дронами за разного рода вкусностями и полезностями да вот и они же рассказывают то что происходит то есть происходит прямо сейчас два часа назад они были на передовой потом они приехали сюда рассказывают примесные штурмы рассказывает про трупы лежащие под ногами которые простите пахнут так что надо засыпать это все химией да они все идут и идут 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 волнами по пять по десять по двадцать человек гибнут опять идут кстати я не сильно в это верю потому что возможно это чьи-то впечатления но говорят о том что очень многие неадекватный момент атак то есть я не исключаю поскольку как бы тоже интересовался этими вещами я не исключаю какую-то боевую химию которые в принципе могут вполне напичкивать потому что человеку свойственно беречь свою жизнь когда люди идут в местные штурмы вероятность не вернуться оттуда она значительно больше чем вероятность вернуться и для меня многие вещи являются загадкой я просто понимаю что мы численно уступаем людям мы можем компенсировать это за счет оружия но нам его не дают достаточно эти то есть мы мы постоянно находимся в шпагате 7 месяцев которые мы не получали вооружений или получали их недостаточно мы фактически не получали кстати и сейчас сказать что у нас что-то изобильно происходит нельзя но вы с артигрином недавно разговаривали я думаю что эта информация у вас есть мы сейчас получаем недостаточно и мы сейчас расклёбываем вот эти семь месяцев которые мы были на голодном пойте эти семь месяцев стоили нам жизни и стоили нам территории стоили нам перспектив достаточно да и они работают очень хорошо на российской ипсо потому что задача российского ипсо это для того чтобы в нашем с вами обществе появлялись упадоческие настроения на самом деле продвижение на донбассе оно не настолько значительно территориально каким его рисует пропаганда как наша так и российская самом деле речь идет о достаточно небольших расстояниях достаточно небольших территориях но в условиях плотной городской застройки а донбасс весь это достаточно плотная городская застройка мы слышим такую постоянную как бы чехарду из названий что нам кажется что это продвижение чуть ли не на сотни километров это не так но при этом психологический эффект это имеет колоссальный это способствует возникновению в обществе панических настроений а панические настроения они нужны российской стороне они нужны россиянам для того чтобы вынудить нас например пойти на невыгодные нам условия перемирия может а хотим мы того или нет но общество очень многие вещи власти диктует особенно в преддверии я думаю неминуемых выборов двадцать пятом украинских вы имеете ввиду украинских конечно что же что решают российские выборы простите вам рассказать кто будет следующим президентом в россии я могу это вам и так сказать я тоже да могу никаких неожиданностей а у нас это будет и уже сейчас я вижу некие предвыборные па которые начали некоторые партии и меня это не удивляет я понимаю что война не может остановить политическую жизнь россияне будут раскачивать лодку это нужно им делать потому что россия тоже не обладает бесконечным ресурсом и те вещи которые я вижу правовые которые начинает допускать россия при наборе добровольца свидетельствует о том что с добровольцами там не сильно хорошо то есть ну эти есть масса косвенных признаков которые когда вы анализируете вы понимаете что не все так плохо не все так губительно да как кажется нам но при этом впечатление создается страшная вот мы теряем да мы теряем мы теряем очень важные места мы теряем города в которых можно было бы обороняться долго и длительно если убрать еще один фактор не всегда города нужно оборонять долго не всегда их нужно оборонять сильно потому что потери, которые несет враг, должны быть пропорционально значительно больше, чем наши собственные потери. Поэтому вовремя отойти и вовремя отдать, когда ты понимаешь, что это неизбежно, но это тоже такие решения, которые не очень любят принимать военное и политическое руководство. Нам проще говорить о крепости и терять нам людей, чем сказать, но в принципе люди нам дороже и отойти. Рада Зеленского, я последний раз это услышал про Угледар и немало порадовался. Думаю, неужели возвращается здравый смысл? И у нас все перестает быть одной единой фортете. Что будет дальше? Как мы будем реагировать на это все, если положим, горячая фаза войны не кончится? Во-первых, я хотел бы понять, а где признаки, кроме разговоров и неких действительно вымышленных дедлайнов, где признаки того, что горячая фаза войны в ближайшее время закончится? На моей памяти это, по-моему, третья весна, о которой мы думаем как об окончании войны. Многие говорят даже не о весне, многие говорят даже до конца года. Вообще совсем не понимают. Да, есть заявления некоторые власти, которые можно толковать, что произойдут какие-то события. Но вы знаете, человек предполагает, Бог располагает, например, вмешивается ураган, да, и ожидаемый Рамшпайн становится несколько менее ожидаемым. Хотя, опять-таки, я не склонен делать из этого драму. Мне даже интересно, что предложат нам европейские лидеры в отсутствии Америки. То есть вот посмотрим на это не как на трагедию, посмотрим на это как на возможность. На самом деле, Америка оказывает достаточно сильное давление на Европу, и я подозреваю, что оно далеко не всегда на пользу Украине. Ну, в отношении самолетов, некоторых снарядов дальноборных, это точно, да. А сейчас посмотрим, каким образом сложится разговор в отсутствии Байдена. Его, мы вчера говорили с Евгением Алексеевичем Киселевым, и он меня так плавненько подталкивал к теории заговора, что это Байден специально остался. А Байден, он же президент Америки, и второй ураган подряд идет на Флориду, и опять в центре Тампа, и это американский народ, а он американский президент, поэтому при всей его, даже если он безмерно любит Украину, у него есть его народ, который будет находиться в ближайшие несколько недель в тяжелейшей. Но дизастер, это катастрофа, причем это не только катастрофа, потому что будут разрушения, потому что будут смерти людей, а плюс к этому это колоссальный удар по экономике, по страховому бизнесу. Реально любой ураган это комплексное несчастье. Это не одна сторона медаль. Он остается. Я не вижу в этом теории заговора, я не вижу в этом некого нежелания Байдена участвовать, положим, в решении украинских проблем, и участвовать в этом Рамштайне. Не вижу в этом умысла. Но если только русские не научились создавать ураганы в нужных местах, тогда я... Надеюсь, хоть это они еще не научились. Да, Бог их знает. На самом деле, достаточно быстро обучающаяся нация, быстро учится. Другое дело, что отстают технически, ну, воровать умеют хорошо. Мы же помним ядерные проекты, как происходил обмен информацией. Я говорю о чем? Я говорю о том, что я не вижу ни одной точки общей у нас с Россией, на которой бы мы могли начать хотя бы диалог. Вот Лаврова выступление позавчера. В Нью-Свике который. Это выступление капитуляции, на самом деле, в чистом виде капитуляции. Там больше ничего нет. То есть мы готовы прекратить военные действия, снимитесь на санкции. Зашибись. Ну, давайте, вы останавливаетесь, посмотрим на санкции. Но при этом Украина и пошел в список. Тот же самый, который был заявлен в начале СВО. Причем почему-то со ссылкой постоянно на стамбульские соглашения. Ян, ну, посмотрите, я тут перебью вас на секунду. Пожалуйста. Но ведь, а как тогда выглядит вариант поднятия ставок? Да? Ведь, не знаю. Я вот, я точно не умею играть в карты, но, может быть, в дурака, и то не очень хорошо. В этом смысле я скорее буду проигрывать. Вот. Но в более сложные игры я не умею играть карточные. Вот вы сейчас смеетесь, да? Вот. А как вот выглядит вообще поднятие ставок, блеф и так далее? Может, оно именно так и выглядит, да? Когда... Держите меня семеро там. Оно, смотрите, оно лишь так и выглядит, но мы же имеем дело не совсем адекватной, не совсем адекватным государством. С одной стороны, скажите, куда у нас ставки надо поднимать выше? Что у нас еще не летело по нам, кроме ядерного оружия? Скажите, какие красные линии мы не превратили в желтые и в коричневые? Какие из них? Ну, что, что? У нас уже наши войска бегают по Курской области. Вполне удачно. Два месяца. Россияне рассказали, что они там уничтожили три украинских армии по численности. Там, ну, просто польские наемники лежат кучами. Английских наемников они уже устали за ноги оттаскивать. Ну, вы же слышите, что они говорят. Конечно. Да. Красная линия? Это прямо что не на есть, да. Хорошо подняли ставочки, да? Кстати, я считаю, что с точки зрения политической и духоподъемной эта операция, она просто не имеет себе равных. То есть для поднятия духа ничего лучшее нельзя было себе представить. С другой стороны, политический смысл очень большой. Мы показали, что какую бы там линию мы не пересекали, Россия не способна дать адекватный ответ. Неадекватный? Ну, ударить там ядерным оружием по своей территории? Наверное, да. Но она этого не делает. Вчера, или позавчера, обломки наших БПЛА попали по двум пустым емкостям в Феодосии. И вот пустые емкости вообще отлично горят, как выяснилось, значительно лучше, чем полные. И они горят уже третьи сутки. Это по их словам пустые, правильно ли? Ну, конечно. В начале обломки попали... Должна подчеркнуть нашим зрителям. Да-да-да. Пустые емкости. Ну, так получилось, что пустые емкости очень хорошо горят. Ну, бывает. И там пожар не гаснет, и, скорее всего, мы нанесли значительный ущерб логистике, топливной логистике на полуострове. А фактически оттуда шло снабжение, из этого нефтяного порта шло снабжение всей группировки Южной. То есть, ну, это очень удачный ход. Сегодня ночью прилетело по очередному арсеналу. То есть, Украина, конечно, побеждена давным-давно. У нас уничтожено все ракетное вооружение, самолеты сбиты по три раза. Десятки тысяч танков у нас в жизни столько не было. Даже до того, как мы строили большую распродажу, они сожгли. Ну, убиты миллионы украинцев, и при этом им прилетает. И при этом они, кроме того, что дают... Ну, мы с вами, наверное, я все-таки постарше, но вы должны помнить фразу там 335-е китайское предупреждение. Ну, конечно, кто же не помнит классику-то? Ну, это действительно классика. Так вот, у нас такие же предупреждения идут постоянно с той стороны. Я всегда вспоминаю прекрасную сказку «Волшебник из Брудного города». Но я как писатель же могу вспомнить, да? Конечно. А что там конкретно вам нравится? Ужасный Гудвин, помните, да? Страшный, ужасный Гудвин, который в конце кем оказался? Они могут ударить, у них есть атомное оружие. И когда сомневаются, ну, в том, что оно рабочее, я думаю, что оно рабочее. Но есть вещи, которые называются необратимыми. Понимаете? И при всем, при том, что, мне кажется, адекватность Владимира Владимировича, она крайне сомнительна, но есть вещи, через которые, если он перешагнет, это может означать его личный конец, да? А он большой жизнелюб. Вот я недавно прочел, что, оказывается, его окружение, в частности, Ковальчук, 77-летний, который возглавляет институт Атома, он занимается проблемами долголетия и бессмертия. Да, да, да. Я тоже об этом читала. Да. Я прочел и обратил внимание, что, оказывается, мы большие жизнелюбы, мы хотим жить вечно. Я не хочу его огорчать. А вот вечно никто не живет. Это для него новость, наверняка, я думаю. Я думаю, что для него это не новость. Он очень сильно боится смерти и боится старости, тем более, что стареет он очень некрасиво. Но он и так не отличался большой красотой, да? Эта рука, которую мы видим в кадре, походка и так далее, он для 72-х лет, ну, не выглядит, как человек, на котором работает медицина всей страны. Посмотрите на 62-летнего Тома Круза и посмотрите на это убожище, которое в Кремле при всех его возможностях восседает. Он, на мой взгляд, не очень хорошо говорит. Ну, имеется, я имею в виду даже не постановку речи, а как он это делает. Ну, может быть, я его просто сильно не люблю, но имею на то личные основания и права. Я просто понимаю, что он жизнелюб. он не хочет умирать. А применение ядерного оружия, Люда, это необратимая вещь. Это можно сделать один раз, а дальше я опасаюсь, что это будет последнее. Это как вот, не знаю, как кого привести. Саддам Хусейн. Вот он думал, что он может все. Да? Вот он, весь мир он злил. Он злил, 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 и в конце концов очень плохо закончил. Вот. Я не говорю, что Путин ожидает такая судьба, как Муамара Каддафи или Саддама Хусейна. Ну, я бы, честно говоря, подзадумался. Тем более, что вот сейчас в ряду диктаторов, ну, ему 72 года, из них, он, по-моему, 24 года возглавляет Россию. То есть, он уже пересидел Брежнева, пересидел Сталина и не догнал, если не ошибаюсь, только двух лидеров. Он не догнал Салазара и не догнал Франка. Ну, я думаю, что он справится. Ближайшие пару выборов пройдет, и у нас будет новый лидер. Но страх смерти уже настаётся. Он такой, знаете, стареющий, достаточно неприятно стареющий мужчина. И я не думаю, что его порадует, когда к нему в спальню там войдут люди с автоматами, откуда-то присланные, или ему в бункер прилетит, как мы видели, недавно прилетело. Бункер же не спасает. Как бы все это уже хорошо понимают. Да, лидеры Хизбалы, да, они уже хорошо это всё, да, тут читаются. Когда 80 бомб укладываются на 20 квадратных метрах с промежутком в несколько секунд, ни один бункер не выдержит. Вот. Я думаю, что Владимир Владимирович поэтому отвечает исключительно угрозами, да, причём угрозами, на мой взгляд, такими несовременными. То есть цели СВО будут выполнены. СВО идёт по плану. Раз, прилетело по Арсеналу. СВО идёт по плану. Раз, прилетело по Феодосии. А план в Курской области, но если это по плану, он меня очень порадовал. Ян, вот вы сказали, что пока не видите ни одной из причин говорить о том, что война может в ближайшее время закончиться. Вот я хочу к Курску вернуться. Вот знаете, давайте отбросим всё то, что Путин хочет, извините, втюхать, да, своему своему населению. И может быть, там есть среди них и граждане, наверное, я думаю, есть такие, которые против того, что делает Путин. И вот мы-то прекрасно понимаем, что это всё огромное, большое поражение. Российская граница уязвима. Два месяца не в состоянии Путин собрать войска, чтобы защитить свою границу. И тогда любой логично мыслящий человек в любой точке мира понимает, что если ещё сейчас где-то перейти российскую границу, ну, даже один раз, то просто вся эта идея схлопнется, если не будет применено там оружие, последней надежды, которая там, да, ядерная. То есть, по большому счёту, вот это всё и выглядит, как король голый. И вот для меня вопрос, как вы думаете, почему Путин не проявил максимальное усилие, почему он не собрал всех, я не знаю, кого он там мог, мог и не мог, почему он не снял последние войска с военных кораблей, подводных лодок, чего угодно, почему он не освобождил Курскую область? Вот для меня это вопрос, потому что это же просто подводники, которые освобождают Курскую область, наверное, лучшее, что я слышал за последнее время. Ну, что делать? Посмотрите, он даже не снял войска с Донецкого направления, плевать ему на это на самом-то деле. Вы думаете, ему плевать? Я уверен, потому что смотрите, ваше население страдает, это же ваше население, это же Курская область. ну населению ему плевать, допустим, а вот на имидж на внешней орбите. А какой там имидж сейчас есть, Люда? Там, знаете, мы пытаемся с вами поверить алгеброй гармонию, то есть наоборот, гармонию и алгебра. Нету там алгебры. Там с самого начала алгебры не было. Помните, когда была война, короткая, Китай и Вьетнам? Ну, Китай и Вьетнам сравним по размерам. Это даже не Украина и Россия. Это просто несопоставимые территории и население. На, по-моему, третий день, или на седьмом, не помню уже, Китай откатился и сказал, не-не-не-не, все, до свидания, мы в этом не участвуем. Все, мы ошиблись, простите, ребята, мы сюда случайно зашли. А Владимир Владимирович перестроил экономику на военные лица. Вы что, считаете, что те заводы, которые сейчас работают на войну, они начнут выпускать лего? Он сейчас заинтересован в войне. Война это колоссальный двигатель для российской экономики, которая сейчас находится в изолированном состоянии. Утрачены основные газовые контракты, утрачены контракты нефтяные. Ну, в принципе, экономика на военных рельсах. То есть, это кистьянская экономика сейчас. То есть, накачка деньгами, танки вместо масла. Масла пока хватает, но это же перспективные вещи, то есть, год-два и дальше или броню жрешь, или надо что-то делать. Но они не перестроятся на выпуск лего и воздушных шариков. Экономика начала работать. Деньги, которые поступили, он покупает наемников, а российская армия сейчас, которая воюет у нас, это армия наемников. Это Ланскнехты. Эти деньги идут в экономику страны, потому что семьи получают эти деньги. Это колоссальный социальный лифт. Даже если папочка погиб, то дети на этом социальном лифте могут уехать наверх. Вы посмотрите, как они начали использовать людей, участвовавших в СВО, для оживления своей общественной жизни. Мы можем рассмотреть сейчас десятки, если не сотни, таких малозаметных движений в российском обществе, которые позволяют нам сделать вывод, что милитаризация его выгодна сейчас российской власти. Это колоссальный отвлекающий фактор. Плюс к этому это придание смыслов, о которых мы с вами говорили. Плюс к этому это социальные лифты. Плюс к этому это движение денежных масс, которое вливается в экономику. Ну да, будет там инфляция, будет то, будет это. Но в условиях изоляции экономика иначе работать не может. То есть нужна цель, нужны производства, которые перерабатывают внутренние ресурсы, что может быть лучше, чем оружие. И должна быть утилизация. То есть для того, чтобы обеспечить сменные вещи, новые танки, новые ракеты, новые патроны, новых людей. То есть это все завязано на колоссальный экономический фактор. Они сделали достаточно мудрый ход. То есть в условиях изоляции в условиях санкций они сделали максимально возможное. Они стали работать на войну. И каким образом развернуть это обратно? Я, например, я не понимаю, наверное, моих экономических знаний не хватает. Потому что экономика, работающая на войну, она требует войну. Ей нужна война, иначе куда складывать это все, что мы производим? Куда? Нам нужно, чтобы оно горело. Вот оно сгорает, а мы делаем новое. Кстати, это путь прогресса, большого прогресса. Вы обратите внимание, с какой скоростью эволюционируют орудия войны. И у нас, и у них. Кстати, во всем мире мы изменили картину войны во всем мире. Мы доказали, что большие суда, крейсеры, огромные эсминцы, они ничто в сравнении с стоящими 20 тысяч долларов, сделанные на основе скутера подводным или надводным беспилотником, который несет полтонны взрывчатки под ватерлинию. Мы поменяли представление о переднем крае. То же самое у них. Они эволюционируют, просто они эволюционируют в монстра. Если мы защищаемся, эволюционируем, то они как бы чудище зеласта глава и лавей. Я вот я все время думаю, как такую большую страну, как Россия, можно превратить в Корею северную. Вот для меня это загадка. Допустим, Северная Корея, она же по-другому не жила, она-то и не знает, какие там есть, уже поколения забыли, может быть, что-то другое, они увидели это, они все время жили в этом. А вот жители России, они же видели, как может быть по-другому, ну не то, чтобы может быть очень богато, не то, чтобы уже очень много свободны, ну как-то же лучше все равно, да, но не так же совсем, вот как сейчас-то. И потом ведь, что бы там не говорили, ну можно сказать, там о Гитлере, вот как, да, с другой стороны, у Гитлера другая история там была, да, вот сейчас же куча, смотрите, там Ютуб, он смотрится в огромном количестве в России, хочешь смотри, информации, там, чтобы тебе телевизор там не втюхивали, да, ты же можешь кучу там источников информации иметь, вот как это вообще возможно, как вам кажется, вот такую страну взять и закрыть? Они ее не закрыли, они ее не закрыли, просто информацию можно подавать по-разному, ее можно по-разному комментировать. Люда, дело в том, что Северная Корея когда-то была просто Кореей, да, а потом она стала Северной Кореей, понимаете, не без участия Советского Союза, Китай, она стала Северной Кореей, до этого она была простой, там жили точно такие же корейцы, какие живут в Южной Корее. Мы с Россией еще недавно были фактически одной страной, до 91-го года, и наши с вами соотечественники воевали в Афганистане, воевали в Анголе, можно назвать еще десятки конфликтов, в которых мы принимали участие, мы участвовали в подавлении восстания в Праге в 68-м, наши войска и наши соотечественники в 56-м году пошалили в Будапеште, о чем Будапешт почему-то дотополочно начинает забывать. Очень много вещей делалось совместно, а потом что поменялось, что нас разделило в 91-м, за исключением может быть неких национальных черт, у нас всегда вот наша хуторянщина, которую можно воспринимать как ругательство, на самом деле это привычка к некой независимости, да, моя хата с краю первым ворога встречаю, а вот это хорошо звучит. Мы знаем, да, но мы знаем первую часть поговорки, мы не знаем второй части поговорки, то есть наше хуторянство, оно нас приучило к некому неповиновению, да, та же самая история Запорожской Сечи, куда бежали беглые, да, со всей Российской империи, люди, которые хотели свободы, шли сюда. Наверное, это сыграло роль, но в частности 91-й год он положил водораздел, даже, я бы скажу так, не 91-й, а 93-й, уже скорее, да, с расстрелом Белого дома в Москве и так далее. Ведь когда в 91-м был путь, в Киеве сидели тихо, как мыши под вениками, очень тихо сидели, а Россия тогда, Москва тогда встала, да, в 93-м Москва пыталась встать, но тогда как бы часть была за Ельцина, часть была за парламент, сложная ситуация, но после этого либерализм в России начал сходить на нету. Настоящая катастрофа была уже в 99-м году, когда вместо демократических выборов появился наследник, преемник, который потом закрепил, ну в принципе когда в стране приходят к власти спецслужбы в той или иной степени, ничего хорошего эту страну не ждет. Никогда не ждала и не будет ждать, это в истории всегда так. Вот, и мы разошлись окончательно, мы разошлись за 30 лет нашего, простите за грубое слово, бардака, но в котором были масса демократических как бы ценностей, то есть мы были беспорядочны, мы были неорганизованы, я расскажу про воровство, про коррупцию, все остальное, но дух свободы здесь никто не убил. И можно избавиться от коррупции, можно избавиться от воров. В результате, знаете, когда долго-долго стричь травку, получается английский газон. Но если в тебе убивают дух свободы, то из-за этого уже ничего не прорастет. Вот прорастет та самая железная трава, которая сейчас прорастает в России. Не важно, что говорят по Ютубу, важно, как ты это интерпретируешь. Что бы мы сейчас с вами не сказали, я не знаю, есть ли у вас российская аудитория, думаю, что у вас ее немного, но поверьте, это все будет истолковано совсем не так. Совершенно иначе. Я иногда просто удивляюсь, как можно так извращенно понимать самые обыкновенные вещи. Ведь они верят, четвертый случай, когда приводится такая вот причина, что если бы мы не вошли в Афганистан, завтра туда бы вошли американцы. Понимаете, да? Это же не первый раз, ни второй, ни третий. Даже если брать первую мировую войну, когда мы бросились, Российская империя бросилась защищать братьев сербов. Я когда писал 1917, этот кусочек очень внимательно тогда изучал, просматривал документы один в один. ничего нового. И дальше будет хуже, люди. Дальше будет хуже, потому что критическое мышление, когда его закукливают, когда его давят таким образом, оно же потом исчезает. Оно исчезает у поколений, потому что в детском садике тебе рассказывают о героях СВО. В школу к тебе приходят герои СВО и рассказывают, как страшные хохлы, понимаете, творили бесчинство в Курской области. А в Буче это же были англичане. Это не наши. Разве русский солдат может такое сделать? Разве русский солдат может изнасиловать женщин, облить их дизельным топливом, обложить шинами и поджечь? Нет, 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 это монтаж. Вот то, что вам показывают хохлы, это монтаж, это вранье, это все англичане. И будут верить людям. Мы с вами жили в Советском Союзе. Помните? Я помню хорошо. С детского сада, школы, в институте, мы всегда находились под идеологическим давлением, и единицы могли ему сопротивляться. Единицы. Если не попадали в знаменитую игре нашу, потом, на извлечение. Ян, ну вы полагаете хоть какую-то, возлагаете хоть какую-то надежду на российскую оппозицию? Нет. Очень интересный, очень интересный момент, тоже ведь важный, да? Вот почему-то украинская оппозиция за все время, по большому счету, чтобы не происходило, никуда же она не уезжала, она оставалась. Ну, по большому счету. У нас есть украинская оппозиция? Есть, есть украинская оппозиция. У нас есть оппозиция, это те, кто-то задвинутые от денежных потоков. Нет, нет, есть оппозиция, это очень важно, потому что, если бы не было оппозиции, не было бы Майдана, и многого другого. Но вот в России оппозиция, она вот почему-то все время выезжала. То ли это был какой-то такой растянутый в периоде, я не знаю, процесс, или что. Сейчас, вот смотрите, они как-то концентрируют свои усилия, они пытаются что-то сделать, но может у них есть на что-то шанс, на что-то, не знаю, как вы думаете. Ну, во-первых, я с вами поспорю по поводу оппозиции Майдана. Майдан не делала оппозиции. Майдан это стихийное явление, стихийное явление, поддержанное потом, возможно, кем-то из оппозиции. Денежно, идеологически, но это не, февральскую революцию не делали большевики, понимаете, вот из этой же серии, не было этого, российская оппозиция, российская оппозиция, да, она всегда эмигрировала. Она всегда эмигрировала. Ленин не был в России на момент революции 12 лет. Ну, кстати, она возвращается потом из эмиграции в каком-то вагончике. Да, для того, чтобы потом лечь под заборами, расстрелянные в затылок и так далее, или выехать массово на кораблях, как она выезжала потом уже из советской России. Россия всегда изгоняет из себя все думающее, все мыслящее, все талантливое. Я не хочу обижать, в принципе, я никогда не люблю обижать нации, потому что нации это совершенно искусственное понятие, созданное в 19 веке. Все мы люди, мы, Украина, это политическая нация. Политическую нацию я понимаю, а по национальному принципу я никого не объединяю. Но Россия с удивительным упорством на протяжении сотен лет выжигала у себя любой дух инакомыслия. Если он возникал, с ним расправлялись. Расправлялись жесточайшим образом. Очень часто, кстати, под эту сурдиночку укладывали и те, кто думал не иначе, а просто думал. Ну, просто так, чтобы не высовывался, слишком умный. Но не может это не сказаться на будущих поколениях. Физически не может не сказаться. И при этом в России все-таки, вот я опять беру, 91-й год инакомыслия было больше, чем в Украине, потому что Украина давила своих инакомыслящих гораздо более жестоким образом. Но прошло 30 лет и мы поменялись ролями. У нас нет сейчас единой общественной мысли. Вообще, когда говорят о соборности, я всегда как бы иронически поднимаю бровь, потому что мы совершенно не едины. И возможно в том, что мы не едины наша сила, потому что мы разные, и мы объединяем усилия, не объединяя идеологий, например. То есть мы остаемся людьми, мыслящими по-разному, но работающими на одну идею, на одну цель. Это плюс. В этом тогда есть единство, наверное, вот вы сказали не едины. Нет, это не единство. Понимаете, мне очень не нравится, например, в историческом аспекте, если смотреть в историю, опять-таки, когда возникают вот такие движения единые, когда люди становятся плечом плечу, с одной идеологией, никто не сомневает в ее правильности. Обычно это приводит к трагедии. А вот когда на одну цель работают люди, которые могут мыслить по-разному, которые имеют, может быть, разные моральные идеалы, но они поддерживают одну и ту же идею, благодаря тому, что находят общий язык. на каком-то этапе они не похожи, они не готовы одеть одинаковую форму, одеть на себя рабочие жилеты, и вот стать с молотом и серпом. Этого не будет. Но при этом они потом будут ругаться, они потом будут спорить, они потом будут двигаться каким-то вперед, потому что, опять скажу, наверное, неприятную вещь. объединенное и согласное между собой общество, оно не способно к прогрессу. Это хорошая, кстати, мысль. Общество двигают вопросы, общество двигают несогласные, понимаете? Истина ищется в разных мнениях, она не содержится в едином. И я иногда даже вот рад, когда у меня там в блоге происходит срач, извините за выражение, потому что он живой, понимаете? Он живой, люди вроде ругаются, да, я там не даю какие-то грани переходить, но я уверен в том, что это очень хорошо, когда люди спорят, когда у них нет единого мнения, и тогда в споре я с наслаждением вижу, как кого-то начинают медленно перетягивать, то есть ему указывают на его ошибки, на какие-то логические несоответствия. Я смотрю, что человек меняется, он только что был прямой, как швабра, а тут врук выясняется, что он оказывается может воспринимать аргументы и так далее. А представьте себе общество единомышленников. Это как писать положительного персонажа в романе, нет ничего более скучного, понимаете? И я думаю, что сила Украины, она заключается как раз в отсутствии единомыслия. Знаете, это наше большое достоинство. Хотя, опять-таки, со мной не согласятся, я думаю, российские зрители скажут, ну что вы, что вы. Мы, например, очень любим своего 72-летнего президента, он самый лучший на свете, а мы вот только выбрали своего президента и сразу обкладываем его неприятными вещами снов до головы. И так с каждым, кстати, президентом у нас происходит. традиция у нас такая, традиция. Хорошо это? Не знаю. Но то, что у нас президент не может почивать на лаврах и никогда не будет пять сроков, потому что его сожрут живьем. Вот так. Мы, с одной стороны, наверное, далеко не самое лучшее общество, не самая лучшая страна, у нас масса недостатков, у нас реально вещи, которые меня не просто бесят, я считаю, что, например, заворовство во время войны, но я не знаю, что нужно делать, рубить руки, не знаю, люди, которые зарабатывают на войне, они есть всегда. То есть, любая война, это возможность заработка, есть структуры, которые зарабатывают на дизастерах, это совершенно, опять-таки, нормальное явление. Но когда я вижу там людей, которые зарабатывают на том, что дать или не дать инвалидность, ну, честное слово, я жалею, что мы живем не в Китае, и тут никого тут сразу же руку не отрубят или не прикончат и так далее. Я понимаю, что я не прав. То есть, с одной стороны, я как бы либерал, но с другой стороны, я значительно меньше либерал, чем кажусь. Вы знаете, вот я для себя записала, вот сказали, в чем сила Украины, и я для себя это отметила, как важный пункт такой. И вот учитывая, в чем сила Украина, ну, не знаю, что дальше. Вот совершенно такой вопрос, я даже не знаю, что вы сейчас ответите. Что дальше? А я знаю, потому что я над этим думаю. Мы часто с супругой обсуждаем это. У нас, на самом деле, нет вариантов, Люда. Это хорошо. Это хорошая новость или плохая я? Это хорошая новость. Понимаете, почему? Потому что сдаться мы не можем, потому что мы перестанем существовать. Война для нас будет невероятно тяжела. Я иногда думаю, стоит ли мне написать статью, в которой я расскажу о последствиях, которые нас ждут потом, в случае, если мы благополучно выйдем из этого конфликта. Но не потеряв Украину по левый берег. Я вам скажу, что проблемы, которые нам предстоит решать, они для страны отдельные, без помощи большого содружества, они нереально выполнены. Они просто невыполнены. Просто невыполнены. Мы столкнемся с огромным количеством проблем. Но главная наша проблема сейчас это то, что не существует критерия победы. его нет. Это проблема? Это проблема или это шанс? Давайте расширим немножко. Шанс будет, когда мы эту проблему решим. Таким или другим образом. Смотрите, то, что нам предлагают, во многом неприемлемо. Самый популярный сейчас план перемирия это прием в Украину территории, прием в НАТО территории Украины, который находится под контролем украинской армии, украинского государства. Это популярно, и то, что обсуждается на Западе. Вы знаете, мне кажется, что это даже больше обсуждается у нас, чем обсуждается на Западе. Я сомневаюсь, что Запад нам даст такой шанс. Это хорошая ремарка. Я очень сильно сомневаюсь, потому что никто не понимает, на что пойдет вот то кремлевское животное в таком случае. По крайней мере, декларировалось, если вы помните, это внеблоковость Украины. Ну, внеблоковость в каком плане? То есть давайте мы вас захватим, и вы будете внеблоковы. Вот. Это был бы, наверное, для нас очень неплохой шанс. Но первый в Украине, кто произнесет, что мы отказываемся от территории, пусть даже не признавая их субъектности, да, за Россией, это политический покойник. А может быть даже и не политический. Мы потеряли огромное количество людей. Да, не такое, как рисуют нам россияне, но это большое количество людей. И мы все понимаем, что цифры, которые мы узнаем, нас не порадуют. Мы имеем дело с противником, у которого 17 миллионов квадратных территорий. То есть, ну вдруг мы там из Курской области пойдем по бедным маршам на Мурманск, на Москву, дойдем до Урала, а потом у нас просто будет один человек на 10 квадратных километров, и нам некогда будет двигаться дальше, потому что дальше нет дорог, но есть Россия. И, то есть нереально, правильно же? Отбрасываем эту тему. То есть нам остается что? Нам остается понять, на каком уровне мы зафиксируемся сейчас. Нынешняя позиция наша, это скорее всего, я не хочу каркать, это потеря Юга, это потеря Крыма, это потеря Донецкой и Луганской области. И в лучшем случае на этом уровне мы фиксируемся. И быстренько... То есть по факту, то, что сейчас вы имеете в виду? Почти, по факту. Они еще не дошли и до границы Донецкой области. И у нас еще есть как бы шансы не пустить их по югу дальше. У них нет сил на это. Но как-то нам так везет пока. Они большие, они как крокодила. Не хватает жертвы, начинают ее заглатывать. То есть их хватит на много лет, да, с разной интенсивностью, у них очень будет плохо с ресурсами, но пакостить можно через стенку, через границу. Нас может защитить только вступление или в военные союзы, обеспечивающие нам военную поддержку, или в НАТО. В НАТО я не верю, в военные союзы верю чуть больше. Но в любом случае я не верю в победное наступление на Москву. Понимаете, да? То есть у нас нет выбора. То есть мы должны бороться до тех пор, пока мы не дойдем до точки, которую мы назовем победой. Любое отступление для нас это конец государства. Самый худший вариант, который я пока вижу, это левый берег Днепра. Это самый худший вариант, который может быть. Но это страшный вариант. Это просто страшный вариант. У нас и так будут последствия далеко идущие. А что будет в этом случае, мне уже даже сложно себя представить. Поэтому, когда человек находит в безвыходной ситуации, у него нет другого варианта, как воевать до того момента, пока он не может смахнуть под солба и сказать все, вот на этом участке мы можем остановиться. Но проблема в том, что нет критерия. Мы не понимаем, на каком участке мы можем остановиться, потому что не мы это решаем. Если бы у нас 31 член НАТО, мы могли бы быть уверены в голосовании всех, а там только единогласно нас могут принять. К сожалению, слово Столберге для этого недостаточно. Тогда бы я сказал, что у нас есть шанс. А так, нам нужно искать военные союзы, и когда задают вопросы, почему мечется Зеленский, я прекрасно понимаю, почему он мечется. Потому что нам нужны отдельные военные союзы, которые дадут нам некое подобие пятой статьи. Некое подобие пятой статьи. Потому что в противном случае они нас доедят, люди, через год или через два, или через три. Мы остановимся, будет линия разделения. Они начнут восстанавливать силы. Мы с вами говорили по поводу военного производства и утилизации. Они накачают мышцы. Да, это будут танки, которые не будут оснащены чипами, и не будут самолеты пятого поколения. Но железо, оно убивает, даже когда оно старое, плохое. Они сегодня говорят с корейцами о том, чтобы сюда пришли северокорейские войска. Это же неплохо с людьми. Но они же еще не объявляли мобилизацию. А для нас с вами мобилизация это следующий шаг. И она неизбежна будет. Поэтому, вы меня спрашиваете, а что будет дальше? Дальше мы будем двигаться к какой-то точке, которую мы сможем признать. А для этого понадобится очень большая политическая смелость. Потому что общество, которому несколько лет дули в уши по поводу границ с 91-го года, оно не совсем адекватно воспринимает наши возможности. И это очень плохо. потому что период, когда одна-две недели, как успокаивал Арестович, он давно уже кончился. Уже давно не идет речь об одной-двух неделях. Мы уже два с лишним года в войне. И сколько мы еще выдержим? Год, два, три? Никто не знает. Надо было с самого начала говорить, что это марафон. А мы рассказывали про границы 91-го года. Да, дай бог, границы 22-го. Я в это не сильно верю. Но я верю в то, что мы не посыпемся. Я абсолютно уверен в том, что мы сможем очень успешно и долго противостоять. Особенно, если нас будут вовремя насыщать оружием. Усталость общества это пятый вопрос в данной ситуации. Потому что общество нужно объяснить. Как только вы скажете, что вы устали, бери шинель, пошли домой, ну, это конец. Украины как таковой уже не будет. Просто никогда не будет. Это еще один шанс, который мы похерим. У нас таких шансов за исторический период в 400 лет было несколько. Поэтому или так, или иначе. Вы знаете, иногда безвыходность это действительно шанс. Когда отступать некуда, стена за спиной, лопаточками оперся и вперед. Ладно, чтобы спину не ударили, есть кому. Ян, спасибо огромное. Спасибо, что были сегодня с нами. Очень вам за это благодарны. Спасибо. Вам спасибо, Люда. Извините. Спасибо. Ян Валетов был сегодня нашим гостем, за что мы ему очень благодарны. И, конечно, признательно вам, наши спонсоры на платформе Патреона и Ютуб. Оставайтесь с нами. Спасибо. 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 Спасибо.